Накануне в Махачкале завершился седьмой турнир по вольной борьбе на призы медалиста Олимпийских игр Мурада Гайдарова. 25 атлетов выявляли сильнейшего лишь в одной весовой категории – до 74 килограммов. Чемпион был удостоен главного приза состязания – денежной премии в размере 300 тысяч рублей. Имя триумфатора узнаем в следующем сюжете. За награды турнира на ковре спорткомплекса стадиона «Труд» состязались представители нескольких зарубежных стран и регионов России – выходцы из Дагестана. На церемонии открытия выступали организаторы турнира – это руководство городского спорткомитета и Минспорта Республики. Болельщикам желали зрелищных поединков, а участникам – спортивной удачи. В предыдущие годы турнир проводился в Новолагском районе, где проживают земляки Мурада Гайдарова – выходцы из Гумбетовского района. Друзья, родственники как-то и посоветовали, и помогли, и как бы поставили начало, как говорится, этому турниру, и так пошло-поехало. Сегодня разыгрываются солидные призовые, это тоже, наверное, помощь друзей. Помощь друзей, помощь семьи, как бы все поддержали, никто в стороне не остался. Всех хочу поблагодарить, всем спасибо сказать. Награды состязания оспаривали 25 борцов. Прежде турнир проходил в разных весах, но в этот раз его решено провести только в родной для Мурада категории – до 74 килограмм. Именно в этом весе Гайдаров добился самых высоких результатов в спорте. Каждый год этот турнир набирает обороты. В этом году как раз таки она более одной весовой категории, и приятно людям смотреть, для болельщиков удобно, и проводится. Хорошие ребята приехали на соревнования, можно посмотреть. Имя Мурада Гайдарова известно далеко за пределами республики и страны. За свою богатую спортивную карьеру он четырежды был финалистом чемпионата Европы и является обладателем серебряных наград, чемпионата мира и Олимпийских игр. Сейчас Гайдарову 37. Несмотря на этот возраст борцовки, на гвоздь он еще не повесил. Спортсмен остается первым номером сборной Белоруссии в своей весовой категории. Я думаю, в спорте уже само имя уже говорит само за себя. Человек прошел очень большой именно спортивный путь. Путь был на самом деле очень тяжелый. Мы примерно, он мне чуть младше на года два, я был свидетелем именно становления его как борца с юношеских лет. Он очень был упорный, всегда большие амбиции у него были. И добивался своих целей. То, что он сегодня имеет, я считаю, что это не потолок. По его возможностям он должен был давно уже стать и Олимпийским чемпионатом мира. Он тоже уже, получается, как бы мой коллега. Я тоже директор спортивной школы, он тоже директор спортивной школы, бывшие соперники. Ну, хотелось бы пожелать ему, чтобы так же, вот как он добивался хороших результатов, хороших успехов и так же он в дальнейшем своей карьере тоже добивался. И чтобы были хорошие ученики, тренера, чтобы школа гремела и дальше поднимался по ступеням. К фаворитам турнира причисляли призера Олимпиады Джабраила Гасанова из Азербайджана и остинского вольника Кахабера Хубешты. Если первый, проведя три встречи, пробился в финал, то экс-чемпион России оступился в поединке с Ташетином Акаевым. Динамо ведь, в свою очередь, не без труда дошел до финала, выиграв на один поединок больше своего именитого соперника. Однако это не повлияло на итог решающего поединка. Уступая при счете 1-2, Гасанов получил повреждения и продолжить борьбу уже не смог. Все были очень достойные и сильные соперники. Наверное, выделил схватку с Кахабером Хубешты, потому что неделю назад я ему проиграл. И очень хотел взять реванш. Получилось. Альхамдулда, сегодня у меня все получилось. Смог я у него взять реванш. Ну и Мурада Курамагамедов, Гажмат Алихмаев. Все соперники сильные в финале, призер Олимпиады. Все соперники очень серьезные. И когда ты их выигрываешь, очень приятное ощущение бывает. Бронзовые награды у Кахабера Хубешты и 18-летнего Сайпулы Алибулатова из Каякента. Кроме памятных кубков и медалей, призеры получили денежные премии и подарки. Чемпиону достоился главного приза в 300 тысяч рублей. Остальные медалисты – 100 и по 50 тысяч рублей соответственно. Помимо этого, отличившихся борцов награждали в специальных номинациях. Курбан Рагимов, Камиль Девятов, телеканал ННТ, Махачкала.